Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем-всем доброго времени суток. Дорогие мои, мы продолжаем курс Нутрициологии, и вот о чём сегодня пойдёт речь. Об уникальном, уникальном соке Алоэ Вера. Но не нужно опережать события, я знаю, сейчас многие начнут писать наличку, что ой, вы рекламируете какой-то сок. Ни в коем случае. Я говорю обязательно каждому из тех, кто меня слышит дома, обязательно выращивайте Алоэ Вера. Не путайте его со столетником, я не говорю про Алоэ Столетник. Алоэ Столетник нас не интересует. Алоэ Столетник нам просто не нужен, он нас не интересует. Для тех, кто не знает, вот он Столетник, вот так вот он растёт, у многих он есть на окошке, да, и вот так вот растёт Столетник. Он более ядовит, хотя он тоже полезный, но вовнутрь употреблять его нельзя, поэтому мы не про это растение. Смотрите, вот я подошла к подоконнику, я вот про это растение, вот, посмотрите, как оно растет, то есть оно не идет стеблем вверх, а оно прямо из земли вот так вот и размножается. Вот посмотрите, сколько там деток у этого алоэ вера, и обязательно у алоэ вера есть вот такие вот, посмотрите, кроплынки, вот такие пятнышки на листьях, вот такие вот, вот видите, вот так растет алоэ вера. Ну, я его размножаю в больших количествах, вот, например, другой горшок, здесь вот тоже эти уже пойдут на размножение весной, уже вот-вот весна на носу, но пока еще рано его трогать, чуть-чуть попозже я буду размножать их. Это мой продукт, и это не все, у меня много их. Я вам хочу сказать, это мой продукт питания, это продукт питания моей семьи обязательно входит в питание. Вот так может быть лучше видно. Вы знаете, что я в алоэ вера обязательно кладу в имбиротерапию. Как это делать, внизу показываю и делаю рецепт, в описании обязательно смотрите, внизу под видео, описание. Всегда смотрите вниз под видео, после того, как просмотрите это видео, и вы увидите, как я там это делаю. Это первый способ, многие знают как. А второй способ, это я беру, разрезаю лист алоэ вера, кладу в холодильник буквально на 2-3 дня, ну, можно неделю подержать. Обычно заворачиваю в... во что-нибудь. Лучше всего в фольгу. В фольгу заверните, пусть полежит немножко. После этого вытаскиваю вот такие кусочки, потом разрезаю. Зеленую часть убираю, скажем так, шкурку. А внутреннюю белую часть, вот этот гель, гель оставляю. И гель смешиваю очень тщательно. Например, одну столовую ложку геля смешиваю с двумя столовыми ложками меда, жидкого. После этого эту смесь добавляю, туда еще добавляю одну чайную ложку лимонного сока. И эту смесь добавляю в 500 миллилитров чистой воды. Хорошо смешиваю эту смесь, водичку с этой смесью, и в течение дня я выпиваю. Вот это называется сок алоэ вера. И вам не надо покупать. Вы не знаете, что вы покупаете. Вы не знаете, есть ли там вообще алоэ вера. Вы тратите огромные деньги на кота в мешке. Хорошо, что у меня муж на производстве работает, и у него есть своя лаборатория. И понятно, что приходят к нему врачи санэпидстанции и в этой лаборатории работают. И есть возможность кое-что проверить. Так вот, в одном из супермаркетов купили так называемый сок алоэ вера. Но это не сок, ну как водичка. Водичка с добавлением алоэ вера. Провели анализ, алоэ вера даже не пахнет. Даже капли нет алоэ вера. Какая-то эссенция искусственная. Ароматизатор и все. Представляете? И все. Итак, алоэ это должно быть живое, не закатанное, а вот таким образом, как я вам сказала, добавляем. Именно так делаем. И никак иначе. Это изумительное растение. Это настолько полезное. Ну и, конечно же, популярное. Сейчас оно популярное. Раньше только столетник наши предки знали, да? Про алоэ вера понятия не имели, потому что не было у нас открытых границ. Не ввозили в таком количестве алоэ вера. Мы не знали, что в продуктовых магазинах, в овощных лавках продают огромное количество алоэ вера. Если вы были в Соединенных Штатах Америки, если вы были во Флориде, в Орландо, в Майами или где-то на юге там, вы могли заметить в магазинах огромное количество больших листов. И люди не понимали, что это такое. Похоже на алоэ, но они большие. Это алоэ вера, дорогие мои. И берут и покупают как простые овощи. Девочки, которые из Соединенных Штатах Америки живут, они подтвердят внизу. Напишите, видели вы это или нет. Вот посмотрите, они в магазинах прям вот так вот лежат. Думаете, что это гнилые бананы? Нет, нет, дорогие мои. Это листья, вот такие большие листья алоэ вера. Вот они как бы уже зарубцевались. И именно вот они сейчас правильные. Вот их надо покупать и использовать и делать напитки. Мне еще нравится, как бамия продается. Кстати, бамию я выращиваю. А также я выращиваю вот физалис. И физалис, он также продается вот так вот. И знаете, как физалис называется у них? Fresh tomatoes. Хотя это не помидоры. Вот так называется у них физалис. Дальше. И также опунция, которую я выращиваю, тоже у них продается. И вот тоже написано fresh no palis. Опунция no palis. Вот так вот. Поэтому не перепутайте. Этот сок алоэ вера, именно этот сок. Именно он эффективен во всем. И внутри, и снаружи можно его использовать. Он стимулирует обменные процессы в организме. Защищает желудочно-кишечный тракт. Выводит токсины и шлаки. Обратите внимание, это продукт похудения. Вы сразу почувствуете. Выводит токсины и шлаки. И самое важное. Содействует очищению лимфы. А значит и крови. Запишите. Содействует очищению лимфы и крови. И вот что Иван Павлович Неумывакин в своей книге «Диабет, мифы и реальность». Давайте прочитаем вместе, что он пишет на страничке 147. Он пишет. Лимфатические, я вам прочитаю, сосуды, узлы. Это биологические фильтры. Задерживающие и уничтожающие инородные частицы, бактерии, клетки злокачественных опухолей, токсинов, чужеродных белков, чтобы они не попали в кровь. Они также вырабатывают лимфоциты, плазменные клетки и синтезируют антитела. Итак, видите, насколько важно чистить лимфу. Насколько важно это делать, очищать. Потому что столько функций выполняют лимфатические сосуды и узлы. Это ведь биологические фильтры. И эти фильтры нужно чистить. И вот этот продукт один из самых лучших чистильщиков. Это живой продукт. В полном смысле слова. Он оживляет наш весь организм. Очищает лимфу. Поэтому делайте вот такой сок, как я вам сказала. А также он подавляет этот сок развитие хелиобактер и туберкулезную палочку. Дальше снижает сахар в крови. У кого диабет, запомните, этот продукт снижает сахар в крови. Но тогда вам придется употреблять этот сок без, внимание, без меда. У кого диабет. Дальше он стимулирует кровообращение. Борется с анемией. Не будет ни у кого никакого рака крови, если вы регулярно, регулярно употребляете этот овощ. Этот овощ, алоэ вера, который продается в овощных магазинах Соединенных Штатов Америки, Мексики, всей Южной Америки. Мудрость постигаем и тут же используем в своей жизни. Не ждем. Не ждем, потому что в болезнях уже захлебывается народ. Народ захлебывается искусственным питанием. Они едят трансжиры, маргарин. Только себе представьте, уже им рассказали, что маргарин – это опасность. Уже им рассказали, что рафинированные масла – это опасность. Что трансжиры – это опасность. Уже все рассказали врачи, уже все медики всего мира все доказали, по полочкам разложили, 21 век. Все, нет, продолжают. А вот наши бабушки и начинают писать. Да не хотите получать мудрость, не надо. Идите, много каналов разных всяких, на любой вкус. Но моя цель – донести мудрой информации как можно большим массам людей. Для того, чтобы они могли спасти свои жизни и жизни своих близких. Для того, чтобы они могли радоваться жизни и жить качественной жизнью, а не как-то, кое-как. Поэтому защитите себя. Подчистите свою лимфу. На регулярной основе используйте это уникальное растение. Оно растет очень просто. Оно размножается активно. Оно неприхотливо. Великолепная вещь. Защищает от аллергии. Усиливает процессы регенерации тканей и образования коллагена. Это изумительное еще и средство для лица, как косметическое. Настолько оно мне нравится. Я добавляю в крема. Я делаю прекрасные маски. Образует коллаген. Содействует омоложению кожных покров и усиливает микроциркуляцию. Я широко использую и в кремах, и в масках, и просто в тониках тонизирую кожу, делаю экстракт. Потому что этот экстракт, он обладает противовоспалительными, бактерицидными свойствами. И широко применяется в косметологии, в стоматологии. И полоскать рот хорошо такой водичкой. Ну и пить, пить. И также лечат респираторные заболевания. Ну и иммунитет, конечно же, укрепляет нашу иммунную систему. Почему нет рекламы того, чтобы люди покупали живой продукт? Почему в наших овощных магазинах не закупают? Потому что у людей нету знаний. А этим пользуются фармацевтические компании и нагревают руки на вашем здоровье. В то время как во всех странах мира, в овощных магазинах вы встречаете этот уникальный продукт. Ведь там столько целебных свойств, и это рассказывается, и это объясняется, это на уроках, в школах детям рассказывают. Наряду, вот когда рассказывают про яблоко, съешь одно яблоко, и ты здоров, потому что у тебя и железо, и всё-всё-всё попадёт. Но рассказывают из-за алоэ, что вот есть такой овощ, есть такой, есть такой. А вот вы в магазинах увидите вот такой. И дальше давайте посмотрим, какой состав, какие компоненты, минеральные вещества. Давайте посмотрим. Железо, кальций, калий, цинк, фосфор, марганец. А вы идёте в магазин синтетику покупать минеральные вещества в баночке, чтобы были написаны. Химию пить и думать, что вы минеральные вещества употребляете. А витамины А, В, Е, С, это же всё необходимо для нормального кроветворения, для укрепления иммунитета, упругость, упругость тканей. А явит, а явит, бежим в магазин покупать, в аптеку. Нет, дорогие мои, вот, вот делайте масочки на регулярной основе, пейте вот такой сок. И делайте имбиротерапию с алоэ вера, внизу в описании есть это. Дальше. Аминокислоты. Какие тут аминокислоты? Незаменимые, поступающие в организм только с пищей. Дальше. Фитонциды. А что такое фитонциды? Я вам рассказывала. Антибиотики естественного происхождения, а не химического, которые, естественно, борются с патогенной микрофлорой. Грибки, микробы, бактерии. Вот всё это патогенная микрофлора. Вот это растение активно борется. Оно попадает к вам в организм. И оно живое. И оно начинает борьбу. А дубильные вещества какие тут? Антибактериальные. Противовоспалительный эффект у них есть. И это очень важно для нашего организма. А какие органические кислоты? Янтарная, яблочная, лимонная. Ну и флавоноиды, недавно я за ней говорила. Кроме флавоноидов, тут катагины, полиимоносахариды. Знаете, есть такое страшное заболевание. Называется брюшной тиф. А есть дифтерия. А есть дизентерия. А есть стафилококки. Стриптококковая инфекция. Так вот, алои обладает мощным бактерицидным действием против вот именно этих болезней. Представляете, если со стафилококковой и стриптококковой инфекцией борются? Деткам, добавляйте водичку по несколько капель. Добавляйте, не ленитесь. Второе. Алои Вера хорошо зарекомендовала себя в лечении воспалительных кожных заболеваний. Это раны, ожоги. Восстанавливает эпители, потому что это живое растение. Оно возрегенерирует. Лечит этим соком стоматит и генгивит. И полоскают рот. Танзелит ваш. Все снимает. Воспаление десен, успокаивает зубную боль. Нужно пить сок растения. Зачем пить сок растения? Да он используется при сбоях обменных веществ. Нарушение процессов. Нарушение работы органов пищеварения. У кого почки больные, вам такой сок надо пить. Вот как я сказала, с водичкой разведенной. Если вы сейчас забыли, возьмите и прослушайте еще раз эту программку сначала. Вначале я говорила. У кого колит, возьмите на вооружение алоэ Вера. Выращивайте. У кого гастрит. У кого запоры, просто это ваш продукт. Постоянно добавляйте его. У кого панкреатит. В том числе в хронической форме. У кого неврологические заболевания, расстройства сна. Вот этот сок рекомендуется как вспомогательное средство. Но это должен быть сок не купленный, а сделанный лично вами. Когда вы видите, что вы туда добавляете. А не покупаете, еще раз говорю, пустышку. Сейчас в основном хотят ничего не затрачивать. Абсолютно ничего. Но иметь 100% прибыли. А то и 200. Очень интересное наблюдение я сделала. Вы знаете, я сейчас живу на берегу моря. В селе. И за копейки приезжают, забирают молоко. За копейки. А потом они его еще в миллион раз разводят. А потом еще умудряются с маслом смешивать. Ну я имею ввиду добавлять туда жиры, которые совершенно не соответствуют стандартам. Разводить и продавать. И это уже на прилавках не молоко. А это непонятно что. То есть хотят вообще ничего не вкладывая, делать 100% подъем. Вот я об этом. То есть вы приходите в магазин, покупаете, думаете, что вы покупаете молоко. А вы белую муть. Белую муть. Так вот, вместо того, чтобы покупать белую муть, найдите человека, который выращивает коз. Идите к этому человеку, потому что козье молоко, оно наиболее приближено к материнскому. Это уникальное молоко. Вот идите к этому человеку, договаривайтесь и берите на постоянной основе. И этому человеку вы делаете хорошо благословение. И своему здоровью, своим родным и близким продлеваете жизнь. Жизнь качественную. Вот точно так же алоэ вера. Выращивайте алоэ вера. И тогда вы видите, что вы именно алоэ вера кладете. А не покупаете пустышку, выбрасываете деньги. И ничего. Ой, я вот вас послушивала. Я пила, пила сок, вот покупала за бешеные деньги. Вы же посмотрите, сколько стоит сок алоэ вера. Как посмотрела, у меня волосы дают. Думаю, срочно в свои курсы нутрициологии обязательно этот продукт. Для тех, кто не знает, что такое нутрициология, это наука о правильном питании. Не просто правильном питании. Это не диетология. Нет. Когда вы больной приходите к врачу-диетологу, и он вам уже диету по вашей болезни выписывает. Нет. Нутрициология – это питание, которое обеспечивает вам качественную жизнь. Это живое питание. Это альтернатива лечению, чтобы не болеть. Профилактика. Поэтому обратите внимание на экстракт алоэ, на сок алоэ. Он входит, кстати, в состав многих успокоительных препаратов. Алоэ помогает в лечении конъюнктивита, глаукомы, катаракты, близорукости, помутнения стекловидного тела и многих других офтальмологических заболеваний. Поэтому я несколько капель добавляю в водичку и промываю глаза просто для профилактики. Применяются также препараты разные. Вы знаете, при травмах, ожогах глаз, для восстановления поврежденных тканей органов зрения. И сок алоэ включен в состав очень многих косметических, напоминаю, средств. Поэтому добавляйте эту гель алоэ, вот этот вот гель из этих листочков, обязательно добавляйте в маски на постоянной основе, в кремы на постоянной основе, в свои тоники, чем вы протираете лицо, обязательно добавляйте туда. Потому что это прекрасно от дерматитов, экзем, псориаза, фурунклов, пятен. Это шикарная вещь. И вот что я еще хочу сказать, что как приготовить сок алоэ, его нужно все-таки растение, с трехлетнего растения срезают несколько нижних листьев, где больше всего сока. Нижние листья. Место среза можно присыпать древесным углем, можно не присыпать. В принципе, быстренько само все рубцуется, потому что это растение уникально. И вы хорошо промойте теплой водичкой, потом положите обязательно в холодильник на несколько дней. После этого нарезайте кусочками, в марлю отжимайте, через марлю отожмите хорошо и готовый сок смешивайте с водичкой. Как я вам сказала, например, одну столовую ложку или даже можно две столовые ложки на 500 миллилитров. Также для вкуса и для витамина С усиления добавьте сок лимона и немножко меда, потому что детки любят сладенький сок. Хранить не надо, надо в течение дня пить. Поэтому храните лучше листья в холодильнике, чтобы у вас всегда были на готове в холодильнике листья. Вот так. Не покупайте в аптечных сетях концентраты алоэ в кавычках, под названием, будем говорить так, под названием консерванты. Не надо, это уже не алоэ, это консервант, это консерва и она вам не нужна. Еще раз вспомните мое видео в начале. Я вам показала, что в магазинах продают живые листья алоэ вера. Живые, а не консервы. Поскольку это уникальное растение, очень концентрировано и концентрат может вызвать слишком сильную реакцию организма. От аллергии до мало ли чего, у кого какая чувствительность. Поэтому чистый сок применять внутрь просто запрещено. Только разводим. Либо делаем имбиротерапию, как внизу, либо делаем, разводим с водой, как я вам рассказала. Вот так. На воде с медом можно добавлять калину, шиповник. Замечательно. Дальше. А наружу можно использовать чистый сок. Наружное. Например, в косметических целях я использую, иногда просто беру прямо гель и накладываю на лицо. Но все-таки чаще всего я один к одному делаю гель, мед, оливковое масло и немножечко, несколько капель лимонного сока. Ох, какая это масочка изумительная. Через 15 минут кожа просто как фарфоровая. И вот именно этот алоэ вера от кашля хорош. Именно этот сок алоэ вера смешивают опять-таки с медом в пропорции 1 к 2. И сок, еще раз говорю, сок не этот, сок алоэ вера 1 к 2. Один сок, одну ложку и два меда жидкого. И принимают по столовой ложке трижды в день. Две столовые ложки сока алоэ добавляют в стакан. Например, если для взрослого человека, то можно взять вино красное, кагор, например. А для ребенка, конечно, разводить нужно в воде. Подсластить медом по вкусу, размешивают и принимают полстакана два раза в день. Но, опять-таки, вино только для взрослых. А для детей это водичка. Но я бы и вино не рекомендовала. Я бы рекомендовала только водичку с соком алоэ и с медом, теплую. А для кожи, кожу бережно очищать надо перед тем, как вы будете наносить сок алоэ вера с медом и с лимончиком и с маслом оливковым несколько капель. Слегка похлопывая по коже до впитывания. И наносить можно не только на кожу, но и на шею, на декольте, на руки. Можно просто без меда, просто сок алоэ. Тоже хорошо. И, опять напоминаю, добавляйте в тоник, в лосьон, в крем. Везде. И для водички просто взбрызгивать лицо. Я делаю такие тоники на лето, освежающие. Туда тоже несколько капель алоэ вера добавляю. Взбрызгивать лицо, освежать себя. Потому что много работаю. От рака хорошо все-таки алоэ вера. Полстакана сока алоэ. Таволги, календулы, тысячелистника. 45 грамм порошка солодки. Все это смешать и залить водой. Подогреть на водяной бане. Процедить. И принимать до еды по 25-20 грамм. Но, конечно, сок алоэ не заменит официальную медицину от рака. Но это как дополнительное питание. Питание ваших клеток. Оживление. Потому что, когда человек прошел химиотерапию, там поубивали все клетки. И здоровые, и нездоровые. Все поубивали. Все. И нужно восстанавливать как? Вот так. Полстакана сока алоэ. Таволга, календула, тысячелистник. И 45 грамм порошка солодки. Все это смешиваем. Заливаем водой. И вот это нужно пить. Это восстанавливает клеточки. Оживляет. Алоэ вера оживляет. Вот так вот. А для желудка Иван Павлович Неумывакин. Он говорил, что нужно измельчить, отжать сок. Опять таки, от трехлетнего растения. Смешивать его пол-литра вина красного. Добавляют мед по вкусу. Настаивают месяц. И принимают по полстакана дважды в день. Вот это для желудка. Говорил Иван Павлович Неумывакин. Что касается меня, я не советую вообще алкоголь употреблять никогда, ни при каких болезнях. Он усугубляет. Это лично мое мнение. Да, и при геморрое. У кого геморрой, пожалуйста, обратите внимание. У вас должен расти алоэ. Просто. Как примочки использовать. В чистом виде сок алоэ. В чистом виде накладывать на всю ночь. Сок алоэ. Мякоть. Прямо мякоть. Делают аппликации с соком алоэ на всю ночь. Все. Для суставов. Тоже очень хорошо. У кого деформация суставов. Знаете, как вот после сорока лет с ручками что-то происходит. Начинают уже не те ручки, уже не те пальчики, суставы, ножки. Все изменяется. Вот. Обязательно нужно и внутренне употреблять алоэ. И также наружно. Кашицу. Один-два промытых листочка. Без спирта. Выкладывают на бинт. Прикладывают к больным местам. Фиксируют повязкой компрессы. Вот эти делают. На ночь. На всю ночь. Очень хорошо с медом. Один к одному. Сок. Гель. Алоэ вера с листа берем. И мед. Один к одному. Прикладываем на суставы. Прекрасно. Ну и не только в этом. Алоэ вера лечит абсолютно все женские и мужские заболевания. Если вы помните, давно когда-то делали даже уколы алоэ вера. Но они такие больнючие. Инъекции алоэ, насколько вы помните. Вот. А сейчас, когда уже все доказано и показано, что можно употреблять вовнутрь вот так. И мы об этом не знали. Люди давно пользовались. Но мы. Мы на 70 лет отставали. Мы были закрыты от всех. Вот те картошка, вот те макароны, вот те хлеб. Иди, иди, и иди. Все. Сахар по талонам и водка. В очередь, в очередь. Как там. В очередь. Такие-то дети. В очередь. Помните у Булгакова. Да. Да. Отстали. Отстали. Ну ничего. Мы умеем учиться. Ну а я желаю вам здоровья, благословений, всего самого хорошего. Обратите внимание на этот продукт. Это продукт. Это овощ алоэ вера. И у кого с волосиками тоже проблемы, знаете, алоэ вера, маски делать из алоэ вера, это прекрасно, это замечательно. Волосы вам скажут спасибо. Так же, как и весь организм. Вот мы с вами прошлись с головы и до последнего пальчика ног. Вот такой вот это уникальный продукт. Я рада была вас познакомить с ним, как с продуктом питания, который вы должны выращивать у себя на подоконнике. Люблю вас, благословений, пусть ваши родные и близкие радуются жизни, пусть живут они качественно, пусть они живут в благословениях и не просто в избытке, а в преизбытке и в здоровье и не только в здоровье, чтобы Господь вам давал по всем вашим нуждам. Люблю вас, пока-пока. Люблю вас, пока. Так, пока-пока. Продолжение следует...